Я приветствую вас, дорогие друзья! Я приветствую вас, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала. Я хочу сказать, что подготовила для вас прогнозы на 2017 год. Это расклад 12 домов гороскопа. Расклады доступны за небольшую плату. Их вы можете найти в разделе видео на моем сайте или пройти по ссылке под этим видео. Я желаю вам благополучия, процветания, здоровья, любви в этом году, больших свершений и достижений. Благодарю вас за внимание к своему каналу и желаю вам приятного просмотра. Здравствуйте, Овны! Это прогноз на февраль 2017 года для вас, на месяц. По сферам четыре верхние карты. Это у нас работа, дела, бизнес. Потом все-таки я перехожу на постановку вопроса о финансах. Будут ли люди этого знака довольны? Их отношения, их ощущения. Восьмерчик и мечей. Дом, семья, дела домашние, отношения с родственниками, может быть, с друзьями, с соседями. В общем, домашние дела. Пятерка кубков. Личная жизнь, любовь, ощущения, эмоции, император. Совет и антисовет. Здесь королева Пентакли и отшельник. Что хочу сказать вам. Месяц выглядит таким сложноватым. Прошу учитывать, что это общий прогноз и степень разных переживаний. Может быть, разная. То есть, это может быть как что-то такое маленькое, одноразовое. А у кого-то это может быть крупно или серьезно. Принц мечей на работу. Когда я его вынула, я подумала, что месяц может быть непростым. Могут быть какие-то действительно срочные дела. Вы можете, такая гонка может быть. Вы можете немножечко злиться на кого-то, на начальство, на власть, на то, что там надо быстрее что-то сделать. Потому что Принц мечей очень нетерпелив. И такая, вы знаете, как бы агрессивная энергия, напористая. Когда я хотела посмотреть, что дополнительно к этому Принцу мечей, вышел Принц Кубков. Я так посмотрела на эту сладкую парочку, думаю, о, злой и добрый полицейский. Может быть, для кого-то так это и отыграется, что каким-то образом вот так вот по работе придется столкнуться с разными такими людьми. И один, знаете, такой резкий, грубоватый, даже хам такой слегка иногда, наезжает, что-то ему не нравится. Клиенты могут быть такие в этом месяце. Один вот такой быстрый, давай-давай быстрее. Другой спокойный, ну что вы, мне так все нравится, меня все устраивает. В общем, может быть, такая разношерстная, коллектив может быть такой вот, и отношения в коллективе в этом месяце такие. Или дела могут делаться, то я лечу, гоню там лошадей, все быстро, давай-давай, там пятилетку за три дня. То у меня такая вот лень прибила, спокойствие, ничего не хочется, все хорошо, сижу, мечтаю и никуда не тороплюсь. Может быть и так. Так, для тех, кто ищет работу, тоже может быть такой месяц, когда вы ходите на собеседование, вы общаетесь с людьми, вы ищете некоторые, ну резкие, грубые, сразу отворот-поворот. Некоторые мило вам что-то предлагают, они вникают в вашу кандидатуру, что-то обещают, предлагают. То есть отшивают, предлагают. Но вообще хочу заметить, на поиск работы, несмотря на такие сложные карты, неплохой месяц может быть. И если подходить к поиску грамотно, если иметь план, если не иметь каких-то лишних страхов, или отлынивать лишний раз, не ходить, допустим, на возможную вакансию, не подавать объявление. То есть отшельник, он не подает объявления, он, конечно, ищет, но что-то как-то, по-моему, больше боится и избегает чего-то. Королева Пентакли – это такая вот энергия, знаете, последовательная, практичная, все по плану и реалистка в первую очередь. Так что на работе вот такие вот у вас энергии. Финансы. Будете ли вы довольны? Восьмерка мечей – карта страхов. Не так давно у вас была неделя, где была девятка мечей. Я помню, там на работу был повешенный на финансы отношения, в смысле ощущения. Девятка мечей. Так вот, восьмерка мечей. Карта ограничений, либо самоограничений. Кто-то из овнов может себя в феврале по разным причинам во всем, в чем только можно и нельзя, вообще ограничивать, экономить до невозможности. По каким-то причинам. Может быть, есть какие-то стремления, желания, траты, которые не позволяют. Вот, либо надо что-то оплатить, либо идут какие-то выплаты, вы что-то платите, обязательное, потому что дополнительно к восьмерке мечей – десяточка жезлов. Десятка жезлов – это карта и кредитов, и долгов, и обязательных выплат, от которых сложно уклониться. Но, кстати, захочу заметить, подшельнику в антисовете у некоторых овнов может быть желание уклониться от каких-то выплат, либо укрывательством заняться, что у меня их нет. То есть, с вас, например, требуют, просят, вы не хотите с ними расставаться. Но это не все, конечно же, не все. Но такая тенденция может быть. Карты этого делать не советуют. Советуют разобраться с этими вещами грамотно, правильно. Не можете сами попросить или наймите человека, который, ну, бухгалтер, финансист, экономист, человек, который понимает в этих всех бумажках, платежах. То есть, подойдите к этому вопросу грамотно. Вот что говорят карты. То есть, я так думаю, что просто есть какие-то обязательные платежи, много. И, как вот, знаете, ощущается как бремя, что мне надо, мне типа тяжело, но надо. Не накручивайте себя лишнего. Восьмерка мечей еще карты, знаете, когда мы, оказавшись в сложной ситуации, начинаем реально себя накручивать. Плюс мы себя мысленно-мысленно ограничиваем и начинаем себе сужать наши возможности. Чисто мысленно. То есть, типа, у меня вот только такой вариант и больше никаких нет. Неправда. Порассматривайте все варианты, причем без каких-то страхов, без иллюзий, без фантазий. Просто грамотно возьмите листик, рассчитайте, и у вас будет все гораздо лучше. Позвоните, договоритесь, объясните. И, честно скажу вам, по совету карт королевы Пентакли, это честность. Хотя это не значит, что она такая лопухами хлопает и бестолковая, что, в смысле, разбазаривает свое добро. Она как раз его в рученьках держит. Она любит, а холит и лелеет. Но в случае каких-то сложностей она все-таки грамотно с этим разбирается. Отшельник, он очень много, может быть, лишних, ненужных страхов и нежелания этим заниматься. А надо. Пятерка кубков дома. Ой, пятерка кубков карта, ну, это домашние дела, отношения с родственниками. Здесь на причину пятерки кубков я вам сейчас покажу. Но сначала про пятерку кубков. Карта обид, разочарование, типа, ой, не получилось, жалко. Либо отношения с кем-то, такие вот, на кого-то есть обиды из родственников, может такое быть. У кого сложности со здоровьем, вплотную им занимайтесь. Не надо из разряда «все равно состарюсь и помру». Это, конечно, понятно, что все мы когда-то, но так не надо относиться. Надо очень позаботиться о здоровье, о делах домашних, о деньгах, о быте, о детях. То есть, вот, прям реальными делами надо заняться в этом месяце очень вплотную. Спокойно, грамотно, будете по чуть-чуть делать, все доведете до ума, все вам удастся тогда. Причина. Пятерки кубков. Показываю. Туз жезлов и башня. Для кого-то из овнов. Вот это переживание, которое в феврале, ну, как бы, вы, вас это огорчает, вы это все в душе, как бы, у вас оно, ну, доставляет вам какие-то переживания или обида на кого-то. Это могло быть с прошлым связано. Могло быть какое-то, ну, я бы сказала, такое внезапное и достаточно травматичное происшествие, потрясение, назовем так, которое до сих пор вами, ну, сложно это отпустить, пережить. Кто-то мог пережить какую-то, ну, допустим, потерю, трагедию, неприятности, может быть, что-то, не знаю, неудачные покупки какие-то. Риск, кстати, неудачных покупок есть. Будьте крайне, предельно внимательны. Рассматривайте товары, которые вы приобретаете для дома. Переезд мог быть у кого-то из овнов. Вот и все. Переезд хуже пожара, правильно говорят карты, потому что что-то вы где-то потерялось, вы не можете это найти в результате переезда, да, и начинаете расстраиваться, что куда это делось, что что такое-то. Я вроде бы это упаковывала, ну, и так далее. В общем, степень может быть разная. Какие-то могут быть поломочки. У кого-то, я говорю, это могло быть не так давно, у кого-то это может в феврале произойти. Ну, как вот, бывает не вовремя утюг перегорел. Да, мне рубашку гладить, ну, надо же такое. Так что не обязательно грандиозное что-то. У кого-то может быть грандиозное. Не исключены у овнов, что кто-то из родственников, соседей, допустим, произойдет какое-то, ну, как, потрясение, горе, потеря, и, не знаю, там, мало ли, там, человек работы лишился, да, и вот эта соседка ходит к вам, плачется, переживает, расстраивается. А вы все это, ну, сопереживаете, вам тоже это как бы, ну, мы же живые люди, мы же не можем равнодушно смотреть. Или кто-то развелся, или у кого-то что-то случилось, и вы как бы становитесь и свидетелем, и таким сопереживателем этому человеку. Но по поводу своего здоровья, если вдруг какие-то моменты надо вплотную им заниматься. Так что будьте готовы к каким-то, если у вас не было, вот смотрите, если у вас не было никаких сложностей, ну, там, дом из бытовой, техникой, никаких, там, переживаний и прочего, тогда учитывайте, что может неожиданно, потому что, я почему говорю, перегорел, потому что такое впечатление, что когда дун, и степень, конечно, этого я тоже говорю, разная может быть. Кстати, тоже остерегайтесь разных краж, потерь, если проводка где-то клинит, то надо тоже к этому подойти, ну, грамотно, правильно. Да, отремонтировать. Если постоянно что-то там каратит, то надо тоже всё это, ну, в общем, руку держать на пульсе. Надо быть очень внимательными и аккуратными, и последовательными. В личной жизни император. Император – это и есть Овен, астрологическое соответствие. Дополнительно к императору вышла тройка жеслов. Ужас! Овен, Овен, ещё раз Овен. Вышла тройка жеслов, солнце в Овне. То есть, такая чисто овновская энергия. Я думаю, что в этом месяце, может быть, могут кипеть какие-то, ну, честно скажу, прям страсти. Потому что Овен – энергия такая страстная, горячая, лидерская, иногда даже, ну, как бы, с одной стороны оптимистичная, с другой стороны, может быть, такая слишком авторитарная. То есть, я думаю, что Овны будут стараться утвердить свою власть в отношениях, что мужчины, что женщины. У кого-то могут быть такие сильные страстные желания и желание двигаться вперёд, оптимизм по поводу отношений. У кого-то желание под каблук загнать, даже и у мужчин, и у женщин, то есть, взять в оборот этого человека. Ну, то есть, очень такие, я думаю, будут, ну, страсти кипеть. И вы будете всячески стараться быть хозяином и хозяйкой положения в отношениях. По поводу совета с антисоветом. На работу. Если кто-то что-то там дёрнулся, нагрубил, что-то такое сделал, или у вас такое прям, ну, завелись вы не по-детски, так, спокойствие, королева Пентакли, она спокойна. Да, и уходить только потому, что, ну, вспылил кто-то, или вы вдруг вспылили. Не надо. Вы должны рассуждать грамотно и последовательно, и действовать тоже так же. По поводу денег я уже сказала, что надо разобраться с этими вопросами по порядочку, по пунктикам. И не сужайте свой кругозор по поводу, как эти, если у кого-то это переживание, какие-то проблемы, платежи, как это можно порешать. Не накручивайте себя лишнего. Подойдите к этому здраво. По поводу, ну, переживания, если это кто-то переживает, да, ну, конечно, отворачиваться от этого человека, не советуют, как-то окажите такую нормальную человеческую заботу, не знаю, там, чаем напоите, если что-то там совершенно человек в пространстве полнейший, ну, как-то помогите немножко, то есть поддержите по возможности своей, ко всем вещам дома и делам относитесь практично, прагматично, любите, цените, натирайте и полируйте все, что вам надо, о себе позаботьтесь, здоровье, красота. Если какие-то там чисто, ну, как бы, такие вот зубки в порядок привести, да, там, с кожей что-то, если что-то там врачи сказали сделать, то есть заботьтесь о себе, любите себя и заботьтесь грамотно, не надо рукой на себя махать, не надо слишком много времени проводить в каких-то глубоких мрачных раздумьях. Вот чем вы больше переключаетесь на вот это мирское и составили себе план и пошли, тем прекраснее у вас пройдет месяц. Ну, в любви, конечно же, что здесь? То, что вам дорого, то, что вы хотите. Ну, единственное, что император очень такая давящая персона, то есть иногда прям, знаете, когда тебя прям ух, то есть с одной стороны человек заботится, любит и, ну, всячески старается для отношений, ради отношений, но настолько, типа, знаете, вот бескомпромиссный, не может человек гибкости мышления, может не быть. То есть старайтесь все-таки сильно не давить. И давить или там пытаться захомутать из страха не надо, из страха потери. Скрывать ничего лишнего не надо, лучше все вопросы какие-то в отношениях проговаривать, естественно. Если у вас в жизни появляется мужчина для свободных людей, свободных женщин, то вы должны как бы тоже присмотреться к этому человеку. Отшельник – это уход. Не надо, мне не надо ничего, да. Отшельник еще, конечно, всякие разные тайные какие-то делишки, либо, я говорю, страх, либо вот человек появился реально, с ним надо реально повзаимодействовать, присмотреться, встретиться, поговорить. А мы этого избегаем по каким-то причинам. Не надо избегать, надо вот взяли и вот то, что в ручке идет, потому что королева Пентакли, если вы обратите, даже на этой карте очень хорошо показано. Она держит вот эти все какие-то вещи, которые ей в ручки идут, и свое, она это держит в своих рученьках. И заметьте, она свое не отдаст, чужое не возьмет, и о своем будет заботиться. Вот такой у вас месяц. Прекрасный, я считаю. Меньше надо накручивать, больше надо реальными делами заняться, без суеты, без волнений, меньше времени проводить в каких-то, говорю, мрачных размышлениях, меньше заниматься самокопанием, потому что чем больше вы займетесь делами реальными, мирскими, домашними, здоровьем, красотой, вещами, деньгами, вот чем вы больше этим будете заниматься, тем у вас благополучнее пройдет февраль. Я вам желаю прекрасного месяца, удачи во всем, дорогие овны. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok